Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что вы с нами, и мы продолжаем читать духовные наставления и поучения отцов Русской Православной Церкви. Сегодня мы обратимся к интересной заметке в книге «Знамение времени» иеромонаха Серафима Роуза «Взгляд на особое знамение». К слову сказать, многие сейчас пугаются знамения времени, но давайте разберемся спокойно, что они означают и как поступать в данных ситуациях. Теперь давайте кратко рассмотрим некоторые знамения нашего времени, когда уже близко Второе пришествие Христова, которому будет предшествовать приход Антихриста. Трудно судить относительно пророчеств, сделанных в 24 главе святого Матфея. Прежде всего, о лжехристах, которые явятся, а затем о войнах, голоде, землетрясениях, гонениях, поскольку все это происходило и продолжает происходить уже в течение почти двух тысяч лет. Верно, что сейчас все это происходит в гораздо большем масштабе, чем когда-либо прежде. Но верно также, что все это может быть еще намного хуже. Эти знамения – начало знамений, и они еще не настолько страшны, чтобы мы могли сказать, что это вот уже конец света. Одно знамение, однако, очень интересно и показательно для нашего времени – это то, что Христа сейчас изображают на сцене. В прежние времена играть Христа никогда не разрешалось, поскольку актер дает свое собственное человеческое изображение. А Христос – это Бог. В православии, конечно, возможно, и нет особого канона на этот счет, но все православное христианское мировоззрение против этого. И любой протестант или католик вплоть до последнего времени тоже ужаснулся бы при мысли о том, что какой-то актер играет роль Христа. Сейчас же это стало обычным делом, и не только в религиозном контексте, но и в обстоятельствах, весьма далеких от религии. Гацпел, Иисус Христос – суперзвезда и тому подобные произведения – все это действительно богохульные пародии, которые изображает Христа перед публикой в светском виде. Фильм «Последние искушения Христа», который появился спустя несколько лет после кончины и романаха Серафима, еще более мерзкий, чем выше приведенные примеры. Это очень характерно для нашего времени, потому что такие произведения, говорит отец Серафим, «Доносят даже до людей, не верующих образ Христа в таком виде, что когда придет Антихрист, они скажут, «Ага, я видел что-то похожее на сцене. Да, это должно быть Он». Другим очень показательным знамением нашего времени, конечно, является следующее, о котором говорится в этой главе святого Евангелиста Матфея, то есть то, что у многих охладеет любовь. Для нашего времени это кажется характерным в гораздо большей степени, чем для любого другого периода истории. Это можно видеть в том, что мы называем нигилизмом. Люди совершают преступления безо всякой причины, не для обогащения, а просто, чтобы пощекотать нервы, потому что в душе у них нет Бога. Сейчас повсюду в семьях наблюдается умоление нормальных человеческих взаимоотношений, от чего вырастают достаточно холодные люди. Это такие люди, которые в тоталитарных обществах используются как надсмотрщики над рабами. Для работы в лагерях и так далее. Итак, для нашего времени это знамение охлаждения любви очень-очень характерно. Это есть и среди христиан, и во всем внешнем мире. Еще одно знамение, которое в наше время является одним из самых важных, это то, что Евангелие проповедуется во всем мире. Это, конечно, верно в том смысле, что сам текст Евангелия проповедуется почти на всех языках мира, где-то на тысячи языков, как мне думается. Более того, сейчас православное благовестие распространяется по всей Африке. Мы посылаем наши журналы в Уганду, Кению, и получаем оттуда письма, очень трогательные письма от африканских юношей, обращенных в православие. Они с величайшим почтением относятся к своему епископу, они посещают семинарию. Очевидно, что эти люди в Африке прониклись самым настоящим православным чувством. Кстати говоря, это очень простые люди. Если Евангелие должно донести до простых людей, то православие не должно быть сложным и запутанным. Только в том случае, когда кое-кто начинает оспаривать его, говорить, что Евангелие означает что-то иное, пытается дать заумные толкования, обходясь при этом без епископов и священников. Тогда только люди запутываются, заблуждаются. Простые люди, когда им проповедуют Евангелие, воспринимают его точно так же, как воспринимали его и в прошлом. Проблемы возникают, скорее всего, с людьми достаточно сложными. Это лишь часть знамений, о которых мы поговорили. Отец Серафим Роуз говорит, что все эти знамения времени крайне негативны. Они означают, что в мире происходит катастрофа, что близки конец света и приход Антихриста. Но дело в том, что очень легко при виде всех этих негативных знамений времени впасть в такое настроение, когда мы только и будем искать абсолютно все отрицательное. Можно при этом самому превратиться в весьма отрицательную личность, когда приходит какое-то новое известие, такой-то человек говорит, да, конечно, так и должно быть, а будет еще хуже. Приходит еще известие, а он говорит, да-да, очевидно, это должно быть, но будет еще хуже. Этот человек во всем мире на что только не посмотрит, видит лишь зловещее исполнение ужасов нашего времени. Это правда, что мы должны знать об этих вещах и не проявлять чрезмерного оптимизма по поводу современных событий, так как в наше время редко происходит что-нибудь хорошее. Но в то же время, однако, мы не должны забывать о главной цели наших наблюдений знамения времени. Мы наблюдаем знамение времени не только для того, чтобы видеть, когда должен прийти Антихрист. Это ведь не главное. Мы наблюдаем знамение времени, чтобы знать, когда придет Христос. Вот что самое главное, о чем мы всегда должны помнить, чтобы не поддаваться ни в коем случае унынию, отчаянию, или еще чего хуже прятаться, запасаться едой перед великим бедствием. Это же не мудро. Мы должны скорее и полнее проникнуться христианским духом, то есть думать о других людях, стараться помочь им. Если мы сами будем холодны, мрачны, пессимистичны, то сами и будем участвовать в одном из знамений конца этой холодности. Мы должны сейчас особенно тепло относиться друг к другу, помогать друг другу. Это черта христиан. Если вы вспомните историю, и это еще одна основательная причина для чтения истории Церкви, то увидите, что на протяжении всей истории человечества, через Ветхий Завет, Новый Завет и все христианские государства, существовавшие впоследствии, а также и в языческом мире, проходит непрерывная цепь страданий. Где дело касалось христиан, там были испытания, гонения, и через это христиане обретали Царствие Небесное. Вы должны помнить, когда вас преследует Христос с вами, потому что вы страдаете за Него, когда же вы выходите из этого положения, то начинаете бояться вновь в Него попасть, испытываете какую-то неуверенность. Вы возвращаетесь к своим обычным человеческим понятиям. Когда вы в беде, то вам не на кого больше уповать, кроме Христа, и Он у вас в душе. Если же у вас нет Христа, то у вас ничего и нет. Когда же беда прошла, вы начинаете рассчитывать и полагаться на себя, и тогда вы снова теряете Христа. Так что запомните, когда приходит время испытаний, мы должны только радоваться. Отец Серафим Роуз, Знамение времени, Тайны книги Апокалипсис, издательство Братства Преподобного Германа Аляскинского. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.